Монахи 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 А я тебе скажу, что когда не будет на земле молитвенников, то мир кончится, пойдут великие бедствия, они уже и теперь есть. Мир стоит молитвами святых, и монах призван молиться за весь мир. В этом его служение, и потому не обременяйте его мирскую заботою. Монах должен жить в постоянном воздержании, а если он занят мирскими заботами, то вынуждается больше есть, и в этом общий ущерб, потому что когда он поест лишнее, то уже не может молиться как должно, ибо благодать любит жить в сухом теле. Мир думает, что монахи – бесполезный род. Но напрасно они так думают. Они не знают, что монах – молитвенник за весь мир. Они не видят его молитв и не знают, как милостиво Господь принимает их. Монахи ведут крепкую брань со страстями, и за эту борьбу будут велики у Бога. Сам я не достоин называться монахом. Более сорока лет прожил я в монастыре и записал себя в новоначальные послушники, но я знаю монахов, которые близки к Богу и к Божией Матери. Господь так близок к нам, ближе, чем воздух, которым мы дышим. Воздух проходит внутрь тела нашего и доходит до сердца, а Господь живет в самом сердце человека. «Вселюся в них и похожду, и буду им во Отца, и они будут мне в сыны и чери», – глаголит Господь. Вот радость наша, Бог с нами и в нас. Все ли знают это? К сожалению, не все, а только те, которые смирились пред Богом и совлеклись своей волей, потому что Бог гордым противится и живет только в смиренном сердце. Господь радуется, когда мы помним Его милосердие и уподобляемся Ему своим смирением. Как у Луки и Клеопы горели сердца, когда с ними шел Господь, так и теперь у многих монахов сердце горит любовью к Господу, и душа их в осмирении духа и любви прилепилась к единому Богу. Но душа монаха, который имеет пристрастие к деньгам или вещам, или вообще к чему-нибудь земному, не может любить Бога как должно, потому что ум его двоится и к Богу, и к вещам, а Господь сказал, что не можем мы работать на двух господ. Так вот у мирских ум занят землею, и потому не могут они любить Бога так, как любят его монахи. Монах, хотя и помышляет земное, сколько это нужно для жизни тела, но дух его горит любовью к Богу. Хотя он и работает руками, но умом он пребывает в Боге. Как святые апостолы говорили слово к народу, но душа их вся была в Боге, ибо дух Божий жил в них и управлял их умом и сердцем, так и монах, хотя и сидит телом в малой и бедной келье, но духом созерцает величие Божие. Он во всем хранит совесть свою чистую, как бы брата чем не оскорбить, как бы Духа Святого в себе не опечалить каким-нибудь плохим помыслом. Он смиряет душу свою и смирением отгоняет врагов от себя и от тех людей, которые просят его молитв. Есть монахи, которые знают Бога, знают и Божию Матерь, и святых ангелов, и рай. Но они знают также и бесов, и адские муки, и знают они это по опыту. В Духе Святом душа познает Бога. Дух Святой дает, насколько это возможно, еще здесь познать полноту райской радости, которую человек без благодати Божией не может вынести. Помрет. От многого опыта монах ведет брань с гордыми врагами. И Дух Святой научает и вразумляет его, и дает ему силу побеждать их. Мудрый монах смирением отражает всякое высокоумие и гордость. Он говорит, я не достоин Бога и рая. Я достоин мук адских и буду вечно гореть в огне. Я воистину хуже всех и не достоин помилования. Дух Святой научает так о себе думать, и Господь радуется о нас, когда мы смиряем себя и осуждаем, и дает душе свою благодать. Кто смирил себя, тот победил врагов. Кто в сердце своем почитает себя достойным вечного огня, к тому не может приступить ни один враг. И нет тогда в душе никаких мирских помыслов, но весь ум и все сердце в Боге пребывают. А кто познал Духа Святого и от Него научился смирению, тот стал подобен своему Учителю и Иисусу Христу, Сыну Божию, и похож на Него. Все мы, последователи Христа, народ Бога избранный, в особенности монахи, ведем борьбу с врагом. Мы на войне, и сражение наше идет каждый день и каждый час. И кто любит отсекать свою волю, того не одолеет враг. А чтобы победить врага, надо учиться Христову смирению. И чья душа стяжала это смирение, тот победил врага. Но не будем отчаиваться, ибо Господь безмерно милостив и любит нас. Бог благодатью Святого Духа дает душе познать, какая молитва есть новоначальная, какая средняя и какая совершенная. Но и совершенную молитву Господь слушает не потому, что душа совершенна, а потому, что Он милостив и хочет, как чудолюбивая мать, утешить душу, чтобы она еще больше горела и не знала покоя ни днем, ни ночью. Чистая молитва требует душевного мира, а мир в душе не бывает без послушания и воздержания. Послушание святые отцы ставили выше поста и молитвы, потому что без послушания человек может о себе думать, что он подвижник и молитвенник, а кто во всем отсек свою волю перед старцем и духовником, у того ум чистый. Непослушливый монах никогда не познает, что есть чистая молитва. Горделивый и любящий творить свою волю, хотя бы сто лет прожил в монастыре, ничего духовного знать не будет, потому что прислушанием оскорбляет старцев и в лице их Бога. Горе тому монаху, который не слушает старцев. Лучше бы он оставался в миру. Но и в миру люди слушаются своих родителей и почитают старших, подчиняются начальникам и покоряются властям. Горе нам! Господь, царь неба и земли и всего мира, смирил себя и повиновался своей матери и святому Иосифу, а мы не хотим слушаться старца, которого любит Господь и которому вручил нас. И если старец плохого характера, то хотя это и великое горе для послушника, но послушник должен за него молиться Богу в осмирении духа, и тогда Господь помилует и послушника, и старца. Некоторые монахи бывают немирны и выставляют причины, или послушание нехорошее, или келия плохая, или старец с тяжелым характером. Но не понимают они, что не келия виновата и не послушание, и не старец, а душа больная. Горделивой душе ничто не нравится, а смиренному все будет хорошо. Если начальник плохой, то молись за него, и в душе у тебя будет мир. Если келия плохая, или послушание не нравится, или болезнь тяготит, то помышляй сам про себя. Господь меня видит и знает мое положение. Стало быть, так Богу угодно, и будешь мирен. Душа, если не предастся воле Божией, нигде не будет мирна, хотя бы несла великий пост и молитву творила. Кто обвиняет людей за то, что они его укорили, тот не знает, что душа у него больная, а неукоризна виновата. Кто любит исполнять свою волю, тот совсем не мудр, а кто послушлив, тот скоро преуспеет, потому что любит его Господь. В ком есть хоть малая благодать Святого Духа, тот любит всякую власть, поставленную Богом, и с радостью повинуется ей во славу Божию. В Церкви нашей это познано Духом Святым, и отцы об этом написали. Невозможно сохранить мир душевный, если не будем следить за умом, то есть если не будем отгонять мысли, неугодные Богу, и наоборот, держаться мыслей, угодных Богу. Надо умом смотреть в сердце, что там делается, мирно или нет. Если нет, то рассмотри, в чем ты согрешил. Для мира душевного нужно быть воздержанным, потому что и от нашего тела теряется мир. Не должно быть любопытным, не нужно читать ни газет, ни мерзких книг, которые опустошают душу и приносят уныние и смущение. Не осуждай других, потому что часто случается, что, не зная человека, говорят о нем плохо, а он по уму подобен ангелам. Не старайся знать чужих дел, кроме своего. Заботься только о том, что тебе поручено старцами, и тогда за послушание Господь будет помогать тебе Своей благодатью, и ты увидишь в душе своей плоды послушания, мир и постоянную молитву. Благодать Божия в общежитии больше всего теряется из-за того, что мы не научились любить брата по заповеди Господней, если брат твой нанесет тебе оскорбление, и ты в эту минуту примешь на него гневный помысл, или осудишь его, или возненавидишь, то почувствуешь, что благодать ушла, и мир пропал. Для мира душевного нужно душу свою приучить, чтобы она любила оскорбившего и сразу молилась за него. Не может душа иметь мира, если не будет всеми силами просить у Господа дара любить всех людей. Господь сказал, любите врагов ваших, и мы, если не будем любить врагов, то и мира в душе не будет. Необходимо надо стежевать послушание, смирение и любовь, а то все наши большие подвиги и бдения пропадут даром. Один старец видел такое видение. Человек некий наливал воду в корыто, которое было с дырявым дном. Много трудился человек, но вода все вытекала, и корыто оставалось пустым. Так и мы. Живем в подвиге, но какую-нибудь добродетель упусти, и из-за нее душа остается пустою. О, братья, подвижники Христовы, не обленимся в подвиге и в молитве, но всю жизнь будем ревнителями. Я знал многих монахов, которые пришли с горячей душой, а потом потеряли первую ревность, но знаю и таких, которые до конца сохранили ее. Чтобы сохранить ревность, нужно непрестанно помнить Господа и думать, «Пришел мой конец, и теперь я должен явиться на суд Божий». И если душа постоянно так будет готова к смерти, то уже не будет бояться смерти, но придет в смиренную молитву покаяния, и от покаянного духа очистится ум твой, и уже не прельстится миром, и будешь всех любить и слезы проливать за людей. Но когда получишь сие, то знай, что это дар милости Божией, а человек сам по себе ничто, грешная земля. Видел я людей, которые пришли в монастырь хорошими, но потом испортились. Видел и таких, которые пришли плохими, а потом стали смиренными и кроткими, так что радуется душа смотреть на них. Знаю одного монаха, который когда был молодым, то села обходил кругом, чтобы не видеть соблазна, а недавно два часа усердно смотрел на мир, и сам мне сказал, что полюбил мир. Так может измениться душа монаха и обратиться к миру. А ведь он, семнадцатилетним юношей, пришел в монастырь и прожил в обители 35 лет. Из этого видно, как надо бояться, чтобы не потух в нас тот огонь, который понудил бросить мир и возлюбить Господа. Многие монахи знают благодать Святого Духа. Дух Святой сладок и столь любезен душе, что при виде красивой девицы человек остается неподвижен на похоть. Но кто имеет благодать только в душе, тот еще боится греха, потому что чувствует, что в нем живет еще грех и страсти еще влекут его. Мы, монахи, ведем духовную войну. Один военный человек, идя в салоники, зашел ко мне в магазин. Душа моя возлюбила его, и я сказал ему, молись, чтобы меньше было скорбей. А он мне ответил, молиться я научился на войне. Я много раз был в больших сражениях, кортечи разрывались около меня, а я оставался жив. Я вот так молился Богу, Господи помилуй. И смотрел я на него, когда он показал, как он молился, и видно было, что весь он уходил в молитву, и Господь сохранил его. Так он молился в нужде на войне, где убивают только тело, а у нас, монахов, иная война, внутри нас, и может погибнуть душа. Поэтому нам надо молиться еще больше и усерднее, чтобы душа была с Господом. Мы должны не только прибегать к Нему, но и постоянно быть в Нем. Как ангелы всегда служат Богу умом, так и монах всегда умом должен пребывать в Боге и поучаться в законе Его день и ночь. Закон Божий подобен большому прекрасному саду, в котором живет и Сам Господь, и все святые Его, пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные смиренные постники. И все они дивно собраны милосердием Божиим, и душа радуется этому святому, великому и чудному собранию. Многие хотят знать и видеть царя, который смертный человек, но знать Господа, царя вечной славы, дороже всего. О, братья, читайте больше Евангелия, послания апостолов и творения святых отцов. Через это поучение душа познает Бога, и ум до того бывает занят Господом, что мир забывается совершенно, как будто ты в Нем и не родился. Господь дал нам Евангелие и хочет, чтобы мы Ему следовали, но, кроме того, Господь нас учит Своей благодатью. Однако не все могут это понимать, а только редкие, те, которые смиренно совлеклись своей волей. Мы же должны спрашивать святых духовников, и они приведут нас ко Христу, потому что им дана благодать вязать и решить. Приди к духовнику с верой и получишь рай. Хорошо монаху быть послушливым и чисто исповедоваться, чтобы духовник знал, какие мысли любит его душа. Такой монах всегда будет мирен в Боге, и в душе его будут рождаться божественные мысли, и ум его будет просвещаться этими мыслями, сердце же его будет покойно в Боге. Живет такой монах на земле среди соблазнов и всяких искушений, но ничего не боится, ибо душа его утвердилась в Боге и возлюбила его, и все желание его как бы смирить свою душу, потому что смиренную душу любит Господь, и душа знает, что хочет от нее Господь, потому что Господь ее учитель. И в наше время есть еще много подвижников, которые угодны Богу, хотя они и не творят видимых чудес. Но вот чудо Божие, которое можно видеть в нашей душе. Если душа Твоя смирится как должна, то милостивый Господь дает ей великую радость и умиление, а если душа понемногу склоняется на гордость, то впадает в уныние и омрачение, но знают об этом только те, кто подвизается. Если ты пришел в обитель, любя Господа, хотя бы и в малой мере, и помышляешь, что Господь привел тебя сюда, и Он управляет твоими старцами, то благодать Божия вселится в тебя. Господь даст тебе мир и рассуждение добра и зла. Душа Твоя будет гнаться за добром каждый день и час, потому что она усладилась законом Божиим. Если ты поступил в общежитие, то мужайся, и да не смущается душа Твоя. Если ты служишь в гостинице, то уподобляйся Аврааму, который удостоился принять трех чудных странников. Смиренно и с радостью служи отцам и братьям, и странникам, и получишь Авраамову награду. Если ты на работах среди братьев и терпишь соблазны, то уподобляйся юродивым ради Бога. Они молились за творящих соблазны, и за эту любовь Господь давал им благодать Святого Духа, и им легко было жить с людьми и нести всякие скорби. Кто на послушании, тот хотя и рассеивается иногда, но Господь милостив к нему, прислушник же сам отгоняет от себя благодать Божию. Если же ты безмолвствуешь в келье, то подражай безмолвию Арсения Великого, чтобы кораблем души твоей управлял Дух Святой. Если тебе трудно, то вспоминай милостивые слова Господа. «Придите ко мне, всетруждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Сей покой в Духе Святом получает душа за покаяние». Господь любит душу, которая всем сердцем ищет его, ибо Он сказал, «Любящие мя люблю, и ищущие мя обрящут благодать, и эта благодать влечет душу слезно искать Бога». О монастырском экономе Многие монахи говорят, что эконому некогда молиться, и что не может он сохранять душевный мир, потому что целый день приходится ему быть с народом. Но я скажу, что если он будет любить людей и помышлять о своих рабочих, любит Господь создание свое, то Господь даст ему непрестанную молитву, ибо Господу все возможно. Эконом должен любить и жалеть своих рабочих и молиться о них. Господи, обвесели скорбные души этих бедных людей, пошли на них Духа Твоего, Святого Утешителя. Тогда душа его будет жить, как в тихой пустыне, и Господь даст ему в молитве умиления и слезы, и благодать Святого Духа будет в нем жить ощутимо, и душа его будет ясно слышать помощь Божию. Был у нас такой случай. Монастырский эконом посылал одного рабочего по делу, но тот по неопытности не хотел идти. Эконом говорит ему «иди». Тогда рабочий рассердился и при всем там бывшем народе, а было человек сорок, назвал эконома собакой. Но эконом пожалел рабочего, дал ему чаю и сахару и сказал «ты всегда зови меня собакой». И вдруг рабочему стало так стыдно, что лицо его горело от стыда, и после был он послушнее всех. Так хорошо жить по любви. Тогда Господь помогает Своей благодатью и дает горячую молитву за людей. Но если эконом будет раздражительный, то он и свою душу испортит, и других людей возмутит гневом своим. Опыт многих лет показал, что эконом должен любить людей, как мать любит своих детей. А если кто непослушлив, то должен за него усердно молиться Богу. Господи, вразуми раба своего, ты любишь его, и тогда молитва твоя принесет ему пользу, и сам ты познаешь, как хорошо молиться за рабочих. Хорошего эконома все будут любить, потому что все люди любят, когда с ними ласково обращаются. опыт показал, что не надо мыслить плохо о человеке, потому что за это уходит благодать Святого Духа от души. А если будем любить людей, то Господь даст молитву, так что и среди народа душа может непрестанно выпиять к Богу. Субтитры